Всем привет. Манчжурия, городской уезд городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия, находится в четырех километрах от границы с Россией и в шести километрах от Забайкальска. Является крупнейшим сухопутным пограничным пунктом на китайско-российской границе и начальным пунктом китайской автомагистрали общенационального значения года 301. Хотя в соответствии с официальной трехуровневой схемой административно-территориального деления КНР Манчжурия и являются городским уездом специально для нее правительством Внутренней Монголии введен особый уровень административного деления, отсутствующая в общекитайской системе. Равный по статусу городскому округу. Управление этой административной единицей правительство автономного района доверило властям городского округа Хулун-Буир. Городской уезд Манчжурия расположен в западной части городского округа Хулун-Буир в 190 километрах от его административного центра. На севере граничит с Россией, а на западе – юге и востоке, с другими частями округа. В разные эпохи с древнейших времен нынешнюю местность города населяли различные племена. В их числе Хунну, Донху, Журджени, Кидани, Синьби, Монголы и другие. Со времен империи Цинрика Аргунь стал разделителем территории России и Китая. В 1901 году в соответствии с Российско-Китайским договором было закончено строительство Китайско-Восточной железной дороги, которая связала маньчжурские земли с Сибирью и Дальним Востоком. У границы возникла станция Манчжурия, которая впоследствии выросла в город. В 1909 году на этой территории был официально образован уезд Лубинь провинции Хэйлунцзян. Рост населения на этой территории вызвал необходимость уточнения проведения границы. Цейцикарский протокол 1911 года оставил эти земли за Китаем. После Синьхайской революции уезд Лубинь был упразднен. В 1923 году был вновь образован уезд Лубинь, который вошел в состав специальной административной единицы, особого района восточных провинций. В 1931 году началась оккупация Китайского Северо-Востока японцами, которые в 1932 году создали марионеточное государство Манчжоуго, после чего особый район восточных провинций был переименован в Северо-Манчжурский особый район. В 1933 году власти Манчжоуго упразднили уезд Лубинь. В 1935 году после того, как правительство СССР продало КОФ, был упразднен Северо-Манчжурский особый район. В 1941 году Манчжурия получила статус города, непосредственно подчиненного правительству провинции Северная Синьянь, которая в октябре 1943 года была объединена с рядом других провинций в провинцию Объединенная Синьянь. После образования в 1949 году автономного района Внутренняя Монголия город Манчжурия оказался в составе Аймака Хуна. В 1953 году восток Внутренней Монголии был выделен в особую административную единицу, а Манчжурия была подчинена напрямую правительству автономного района. В 1954 году город вошел в состав Аймака Хулун-Буир, в 1969 году вместе с Аймаком вошел в состав провинции Хайлун-Цзян, в 1979 году вместе с Аймаком вернулся в состав Внутренней Монголии. В 1992 году Манчжурия становится городом открытой торговли. В связи с этим, в период с 1992 по 1997 год в строительство города была инвестирована сумма, эквивалентная 2 миллиардом долларов. В 2013 году часть городского уезда Манчжурия была выделена в отдельный район Шилайнор, подчиненный напрямую властям городского округа Хулун-Буир. Экономика Манчжурии главным образом основана на логистике, перевалке контейнеров железнодорожным транспортом, шок-турах и выходном туризме. Здесь сосредоточено большое количество частных бутиков, магазинов, крупных торговых центров и отелей. Через городской уезд проходит около 60% всего экспорта Китая, который следует в Россию и другие страны Восточной Европы. В 2020 году через КПП Манчжурия на китайско-российской границе проехало 3 548 грузовых составов, которые перевезли 324 310 20-футовых контейнеров. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот комплексной бондовой зоны Манчжурия удвоился по сравнению с 2019 годом, превысив 1,1 миллиард юаней. Через эту зону проходят три маршрута грузовых автоперевозок, которые соединяют внутренние районы Китая с Россией, Польшей и Италией. Поскольку Манчжурия является пограничным и таможенным пунктом, здесь находится крупный грузовой железнодорожный терминал и пассажирский вокзал. Переход Манчжурия, Забайкальск связывает Бенчжоускую железную дорогу с Забайкальской железной дорогой. Через Манчжурию проходят грузовые и пассажирские поезда дальнего следования Пекин-Москва и другие. Также популярны туристские маршруты. Манчжурия-Чита, Манчжурия-Иркутск, Манчжурия-Улан-Уда. В Манчжурии берет начало автомагистраль общенационального значения года 301 и трасса С-203. В 2004 году в Манчжурии был построен аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой, которая находится в 9 километрах от центра уезда. Это позволяет добраться до центра Манчжурии всего за 10 минут. Поездка на такси обойдется примерно в 30 юаней. В 2009 году аэропорту присвоили статус международного, в связи с чем в Манчжурию были открыты регулярные рейсы из Иркутска, Читы, Красноярска и Улан-Уда. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!